Урок 1. Я подумываю о том, чтобы начать новую тренировку. Привет, Анна. Я подумываю начать новую тренировку. Я хочу начать медленно и постепенно увеличивать интенсивность. Это разумный подход, Джон. Медленный старт поможет предотвратить травмы и заложить прочную основу. Точно, Анна. Я не хочу слишком сильно напрягаться с самого начала. Важно прислушиваться к своему телу и давать ему время адаптироваться. Абсолютно. Рим не был построен за один день, верно? Верно, Джон. Когда дело касается фитнеса, ключевое значение имеет постоянство. Начну с легких кардиотренировок и растяжки. Это отличный способ разогреться и привести тело в движении. Затем я постепенно добавлю силовые тренировки и более интенсивные тренировки. Шаг за шагом поможет вам со временем увидеть улучшения. Мне не терпится бросить себе вызов и посмотреть, как далеко я смогу продвинуться. В этом дух, Джон. Это у тебя есть. Спасибо за поддержку, Анна. С приятелем по тренировкам тоже становится веселее. Согласен, Джон. На этом пути мы можем мотивировать и поощрять друг друга. Давайте сделаем фитнес частью повседневной жизни и насладимся путешествием. Я полностью в порядке, Джон. Давайте вместе становимся сильнее и здоровее. Приветствую вас, Анна. Давайте шаг за шагом будем достигать наших целей в фитнесе. Урок 2. Ежики теперь становятся популярными домашними животными. Что нового, Анна? Что ж, похоже, спрос на домашних ежей растет. В самом деле, ежики теперь становятся популярными домашними животными. Да, они очаровательные компаньоны, не требующие особого ухода. Это интересно. Я никогда раньше не считал ежей домашними животными. Они уникальны и обладают своим шармом. Требуется ли им особый уход или диета? Им нужен надлежащий вольер и сбалансированная диета из насекомых и овощей. Думаю, это необычные кошки или собаки. Определенно, нет, но они могут отлично подойти людям с аллергией. Это хорошее замечание. Подходящей альтернативой могли бы стать ежи. Кроме того, у них есть милые маленькие перья. Я могу представить себе безграничные возможности товаров на тему ежей. Плюшевые игрушки для ежиков, одежда для ежей. Это может стать трендом. Нам нужно создать линию одежды в стиле ежиков, Анна. Ха-ха, кутюр в стиле ежик. Это было бы нечто. Возможно, у нас тут что-то грандиозное, Анна. Кто знает, Джон, мир может сойти с ума от моды на ежей. Давайте будем следить за этой тенденцией в области ежей. Это может стать нашим большим прорывом. Конечно, Джон. Ежики, возможно, станут следующим большим событием. Урок 3. Вам нужно что-то непродовольственное. Сгодится. Тебе нужно что-нибудь непродовольственное, Анна. На самом деле, нам нужны новые лампочки для гостиной. А, понятно. Какой-либо конкретный тип или мощность. Только обычное, ничего особенного. И, возможно, некоторые энергоэффективные. Отмечено. Я постараюсь совместить и то, и другое. Отлично, спасибо. Мы уже какое-то время живем при тусклом освещении. Впереди не будет темных дней, Анна. Я украсю наше жилое пространство. Ты свет моей жизни, Джон. В прямом и переносном смысле. Ха-ха, я воспряму это как комплимент. Я верну свет. Жду с нетерпением, мистер Лайтбабхеро. Я буду с гордостью носить накидку, покоряя тьму. Не забудьте также песню на тему супергероев. Я буду освещать ваш мир по одной лампочке за раз. Как же так? Отлично. В моих глазах ты настоящий супергерой, Джон. Что ж, для Лайтбол Певенджер все это за один рабочий день. Спасибо, мститель, за лампочку. Ты лучший. Все для тебя, дорогая. Да будет свет. Урок 4. Мы должны создавать персонализированные шаблоны электронной почты. Действительно, эффективно для воспитания потенциальных клиентов. Мы должны разработать персонализированные шаблоны электронных писем. Конечно, Джон. Персонализация может существенно повлиять на вовлеченность. Мы можем адаптировать контент в соответствии с их конкретными интересами и потребностями. Таким образом, они почувствуют, что мы говорим с ними напрямую. Это добавляет индивидуальности и показывает, что мы заботимся об их индивидуальном путешествии. Кроме того, это повышает вероятность того, что они ответят или примут меры. Мы также должны включать в каждое электронное письмо четкий призыв к действию. Определенно. Оно подсказывает им, какие шаги следует предпринять дальше. Кроме того, мы можем отслеживать ответы, чтобы узнать, насколько эффективны наши электронные письма. Эти данные помогут нам усовершенствовать и улучшить наши стратегии. Мы могли бы даже использовать юмор или забавный GIF, чтобы сделать игру более увлекательной. Отличная идея, Джон. Немного смеха может иметь большое значение. При условии, что это соответствует нашему бренду и предпочтениям аудитории. Конечно, мы не хотим показаться непрофессиональными. Правильно. Цель состоит в том, чтобы построить отношения и завоевать их доверие. Благодаря персонализированным и интересным электронным письмам мы на верном пути. Давайте проявим творческий подход и начнем создавать эти письма, Анна. Я очень рада, Джон. Наших потенциальных клиентов ждет настоящее удовольствие. Они не узнают, что их поразило. Приготовьтесь к отличным ответам. Мне не терпится увидеть положительное влияние на наш бизнес. Привлекайте потенциальных клиентов и превращайте их в постоянных клиентов. Урок 5. Мне также нужно немного пасты и риса. Сегодня мне также нужно купить пасту, рис и... Не забудь чесночный хлеб, Джон. Это обязательно. Ах, да. Чесночный хлеб – идеальный компаньон к любому блюду. Я уже практически чувствую вкус этого хрустящего маслянистого лакомства. На гарнире к нашей пасти и рису словно кусочек рая. Абсолютно. Трефект вкусности полон. Нам также нужно купить сыр пармезан, чтобы придать ему дополнительный вкус. Отличный звонок, Джон. Свежий тертый пармезан поднимает настроение на ступеньку выше. И, возможно, некоторые травы, такие как базилик и орегона, для придания аромата. Да, эти итальянские травы сделают наше блюдо еще более аппетитными. Мне не терпится покопаться в тарелке с пастой со всеми начинками. Это будет праздник достойной королевской семьи, Джон. Мы будем хозяевами кухни, предлагая кулинарные шедевры. Конечно, сегодня наши вкусовые рецепторы ждут настоящее удовольствие. Давайте составим список покупок и приготовимся создать волшебство. Согласен, Джон. Наш сегодняшний ужин будет шедевром. Приятного аппетита, Анна. Приготовьтесь к невероятному вкусовому взрыву. Спасибо, Джон. Это будет великолепно. Урок 6. Важно, чтобы люди выражали свои опасения. Я считаю, что людям важно выражать свои опасения и бороться за то, во что они верят. Конечно, Джон. Высказывание слов может привести к позитивным переменам. Когда люди объединяются, чтобы изменить мир к лучшему, это расширяет возможности. Люди могут формировать общество и влиять на политику. Это правда. Когда мы едины, наши голоса становятся сильнее. Это напоминание о том, что у нас есть возможность создать лучший мир. И речь идет не только о требовании перемен, но и о принятии мер. Действия говорят громче слов. Нам нужно подкрепить свои требования. Именно так. Речь идет о том, чтобы проявлять инициативу и работать над поиском решений. Иногда немного юмора также может сделать наше сообщение более запоминающимся. Смех может стать мощным инструментом повышения осведомленности. Не следует недооценивать влияние хорошо продуманной шутки. Итак, давайте поговорим, примем меры и добавим немного юмора. Джон, мы станем силой, с которой придется считаться. Вместе мы сможем изменить мир к лучшему и создать светлое будущее. Давайте бороться за то, что правильно, и вдохновлять других делать то же самое. Наши голоса важны, Анна. Давайте сделаем так, чтобы их услышали. Конечно, Джон. Давайте повысим свой голос и внесем свой вклад. Урок 7. Обычно они закрываются около 10 часов вечера. Обычно они закрываются около 10 часов вечера. Большое спасибо за помощь, Джон. Без проблем, Анна. С радостью протяну руку помощи. Я ценю это. Ты спасаешь жизнь. Я просто вношу свой вклад в спасение ситуации. Что ж, ты мой герой, Джон. Ха-ха, я с гордостью надену эту накидку. Не забудьте позу супергероя. Вот так. Принимает драматическую позу. Отлично. Ты настоящий супергерой. Для меня все это за один рабочий день. Мне повезло, что ты в моей команде. Динамичный дуэт, готовый справиться с чем угодно. Вместе мы сможем завоевать мир. Или, по крайней мере, пережить день. Еще раз спасибо, Джон. Ты лучший. В любое время, Анна. Я тебя поддерживаю. Урок 8. Как насчет того, чтобы выпить кофе после осмотра экспонатов? Похоже на план, Джон. Мне бы не помешало побаловать себя кофеином. Отлично. Есть ли конкретное кафе, в которое вы бы хотели пойти? Поблизости есть уютное кафе. Я слышал об этом много хорошего. Значит, это уютное кафе. Я всегда готов попробовать новые места. Здесь должна царить очаровательная атмосфера. Идеально подходит для кофе-брейка. Я с нетерпением жду возможности выпить горячего кофе и расслабиться. Возможно, мы также можем побаловать себя одним или двумя сладкими угощениями. Десерт и кофе. Это выигрышная комбинация. Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от вкусного угощения, верно? Абсолютно. Мы побалуем себя и насладимся моментом. После осмотра экспонатов это будет заслуженный отдых. Кроме того, кофе всегда делает все лучше. Не могу не согласиться, Джон. Кофе – мой ежедневный супергерой. Оно способно превратить любой день в отличный. Пойдем, любители кофейных приключений. Уютное кафе – вот и мы. Нас ждут кофе и приключения. Давайте сделаем это незабываемым событием. Приветствую вас, Джон. Кофе и хорошая компания – идеальное сочетание. Урок 9. Я предлагаю распределить наши компании в соотношении 50 к 50. Я предлагаю распределить наши компании в соотношении 50 на 50. Звучит справедливо, Джон. Мы можем быть равноправными партнерами. Все дело в командной работе и совместном успехе. Разделение 50 на 50 означает равную ответственность и равное вознаграждение. Это сбалансированный подход, который способствует доверию и сотрудничеству. И это показывает, что мы ценим вклад друг друга. Мы будем заниматься этим вместе, поддерживать и вдохновлять друг друга. Это рецепт успешного партнерства, Анна. Не могу не согласиться, Джон. Давайте пожмем друг другу руки. Сделка. Мы создадим нечто удивительное бок о бок. При таком соотношении 50 на 50 наши компании добьются успеха. За процветающим будущим, Анна. Ура! Ура, Джон! Совместное путешествие, полное успеха и смеха. Урок 10. Есть ли специальные предложения или скидки? Отлично! Есть ли специальные предложения или скидки? Да, Джон. У них есть предложение «Купи один, получи один бесплатно». Купи одну, получи другую бесплатно. Это кража. Я знаю, верно. Мы можем сэкономить деньги и получить больше удовольствия. Это все равно, что получить двойную стоимость покупки. Есть ли другие скидки, о которых нам следует знать? У них также есть программа лояльности с эксклюзивными привилегиями. Это просто фантастика. Мы обязательно станем постоянными клиентами. Мы будем зарабатывать баллы и получать еще больше преимуществ. Это все равно, что получать вознаграждение за то, что вы наслаждаетесь их продуктами. Кому же не нравится дополнительная благодарность, верно? Абсолютно. Мы будем разумными покупателями и воспользуемся этими предложениями. Наши кошельки скажут нам спасибо, Джон. Пойдем и воспользуемся этими предложениями. Спецпредложения и скидки – вот и мы. Давайте воспользуемся этим по максимуму. Это будет шоппинг, полный сбережений и улыбок. Мы будем опытными покупателями и будем наслаждаться наградами. Давайте сделаем это. Давай будем ходить по магазинам до упаду, Джон. И экономьте, пока мы этим занимаемся. Урок 11. Я строю планы на выходные. Я строю планы на выходные, Анна. Какие-нибудь предложения? Как насчет походов? Это отличный способ насладиться природой. Отличная идея, Анна. Мне бы не помешало подышать свежим воздухом и заняться спортом. Обязательно возьмите с собой закуски и много воды, Джон. Избегайте обезвоживания. Спасибо за совет, Анна. Как долго мне планировать поход? Все зависят от маршрута, Джон. Проверьте расстояние и уровень сложности. Я проведу исследование и выберу маршрут, соответствующий моим способностям, Анна. Умный ход, Джон. Вы хотите насладиться походом, не напрягаясь слишком сильно? Конечно, Анна. Безопасность и удовольствие идут рука об руку. Запланируйте хотя бы несколько часов, Джон. Дайте себе время исследовать окрестности и полюбоваться видами. Похоже на план, Анна. Я постараюсь уделить приключениям достаточно времени. Удачного похода, Джон. Насладитесь красотой природы. Спасибо, Анна. Я посмотрю достопримечательности и отлично проведу время. Урок 12. Есть ли у вас какие-либо острова, которые вы рекомендуете? Есть ли у вас какие-либо острова, которые вы порекомендуете, Анна? Как насчет Боли? Он известен своими прекрасными пляжами и яркой культурой. Боли звучит потрясающе, Анна. Чем еще мы можем там заняться? Вы можете исследовать древние храмы, попробовать вкусную еду и даже заняться серфингом, Джон. Звучит как идеальное сочетание отдыха и приключений, Анна. Боли предлагает уникальное сочетание спокойствия и азарта, Джон. Я слышала, что закаты на Боли захватывают дух, Анна. Конечно, Джон. Они представляют собой настоящее зрелище. Не забудьте фотоаппарат. Я запечатлю эти волшебные моменты, Анна. Боли, вот и я. Приятного времяпрепровождения в раю, Джон. Безопасных путешествий. Спасибо, Анна. На Боли у меня останутся незабываемые воспоминания. Урок 13. Вы когда-нибудь видели потрясающие коралловые рифы? Анна, вы когда-нибудь видели потрясающие коралловые рифы? А, я обожаю подводное плавание. Это идеальное место для изучения коралловых рифов. Цвета и морская жизнь должно быть невероятны, Анна. Конечно, Джон. Это как попадание в совершенно новый подводный мир. Мне всегда хотелось поближе увидеть красоту коралловых рифов. Подводное плавание – лучший способ, Джон. Вы будете поражены яркими кораллами и тропическими рыбами. Это звучит как волшебный опыт, Анна. Мне не терпится погрузиться. Просто не забудьте защитить риф и не прикасаться к нему и не повредить его, Джон. Конечно, Анна. Охрана природы важна. Мы должны уважать хрупкую экосистему. В этом дух, Джон. Давайте отправимся в незабываемое приключение по снаркелингу. Я готова произвести настоящий фурор, Анна. Подводное плавание – вот и мы. Приготовьте ласты и маску, Джон. Мы вот-вот проведем время на всю жизнь. Спасибо, что познакомили меня с этим удивительным миром, Анна. Давайте оставим воспоминания под водой. Добро пожаловать, Джон. Приготовьтесь к водному приключению, которое вы никогда не забудете. Урок 14. Воскресенье идеально подходит для отдыха. По субботам все отлично, Анна. Как насчет воскресенья? Воскресенье идеально подходит для отдыха и занятий любимым делом, Джон. Мне нравится это звучание, Анна. Чем ты обычно занимаешься по воскресеньям? Мне нравится читать хорошую книгу и неторопливо гулять по парку, Джон. Звучит спокойно, Анна. Возможно, я как-нибудь прогуляюсь с вами. Добро пожаловать ко мне, Джон. Это отличный способ расслабиться и поболтать. Спасибо за приглашение, Анна. Воскресенье предназначено для приятного времяпрепровождения. Конечно, Джон. Важно заряжаться энергией и заниматься тем, что приносит вам радость. По воскресеньям я обязательно найду время для отдыха, Анна. Похоже на план, Джон. Воскресенье должно стать вашим днем, чтобы зарядиться энергией и повеселиться. Спасибо, что напомнила мне успокоиться, Анна. По воскресеньям я буду заботиться о себе. Ты этого заслуживаешь, Джон. Наслаждайтесь воскресеньями в полной мере. Я так и сделаю, Анна. Желаем вам расслабиться по воскресеньям и провести выходные по максимуму. Урок 15. Есть ли у вас любимые музыканты? У тебя есть любимые музыканты, Анна? Они обе невероятно талантливы, Анна. Мои любимые, Джон. Что тебе в них нравится? Тексты Тейлор приятны, а мелодии Эда запоминаются, Джон. Согласно, Анна. Их песни всегда застревают у меня в голове. Рассказы Тейлора и искренние выступления Эда завораживают, Джон. Они умеют общаться со слушателями, Анна. Их музыка сильна. Я могу слушать их песни снова и снова, Джон. Они никогда не стареют. Они определенно оставили след в музыкальной индустрии, Анна. Настоящие иконы. Я всегда с нетерпением жду новой музыки от Тейлор и Эда Джона. Они никогда не разочаровывают. Так же и здесь, Анна. Давайте продолжим слушать их хиты и поддерживать их талант. Конечно, Джон. Спасибо Тейлор Свифт и Эду Шерану, нашим любимым артистам. Урок 16. Вы дошли до вершины. Ты дошла до вершины, Анна. Да, у меня получилось. Вид на город захватывал дух, Джон. Могу себе представить, Анна. Каково было там наверху? Было ощущение, что ты на вершине мира, Джон. Городской пейзаж завораживал. Мне нравится смотреть на города с высоты птичьего полета, Анна. Это так увлекательно. Это дает вам совершенно новый взгляд, Джон. Все выглядит таким маленьким и ярким. Бьюсь об заклад. Это был незабываемый опыт, Анна. Какие-нибудь любимые достопримечательности оттуда? Мерцающие огни ночью были просто волшебными, Джон. Звучит очаровательно, Анна. Мне нужно как-нибудь самому туда подняться. Тебе определенно стоит это сделать, Джон. Это опыт, который вы не забудете. Обязательно добавлю его в свой список желаний, Анна. Спасибо, что поделились. Добро пожаловать, Джон. Приготовьтесь удивиться, когда достигнете вершины. Не могу дождаться, Анна. Вперед, чтобы достичь новых высот и насладиться видом. Урок 17. Думаю, мне нужны подсказки. Думаю, мне нужны советы, Анна. Конечно, в чем тебе нужна помощь, Джон? Не забудьте проверить, ХММ, что это было. А я знаю. Проверьте орфографические и грамматические ошибки, Джон. Да, вот и все. Спасибо, Анна. Какими еще советами вы можете поделиться? Еще одна важная вещь – правильно расставлять знаки припинания, Джон. Верно. Пунктуация играет ключевую роль. Я запомню об этом. Кроме того, попробуйте изменить структуру предложений, чтобы разговор был более увлекательным, Джон. Отличное замечание, Анна. Я постараюсь сделать свои предложения интереснее. Наконец, будьте ясны и лаконичны в своем сообщении, Джон. Избегайте ненужных подробностей. Поняла, Анна. Четко и лаконично, коротко и мило. Именно так, Джон. Ты на верном пути. Просто продолжайте тренироваться. Спасибо за советы, Анна. Я сейчас же применю их на практике. Без проблем, Джон. Вы быстро поправитесь. Продолжайте в том же духе. Я ценю поддержку, Анна. Я сделаю все, что в моих силах. Урок 18. Я слышал, что на улице полно обувных магазинов. Я слышала, что на улице полно обувных магазинов, Анна. Звучит великолепно, Джон. Обожаю покупать обувь. Я тоже, Анна. Нам стоит это проверить. Во сколько нам следует встретиться? Как насчет полудня, Джон? Это должно дать нам достаточно времени для просмотра веб-страниц. Звучит хорошо для меня, Анна. Нас ждет приключение по магазинам обуви. Я очень рада, Джон. Давайте найдем стильную и удобную обувь. И, может быть, несколько пар для особых случаев, Анна. Никогда не знаешь? Конечно, Джон. Обувь может испортить или испортить наряд. Давайте попробуем разные стили и найдем идеальный вариант, Анна. Конечно, Джон. Комфорт так же важен, как и стиль. Не могу дождаться, что предложат обувные магазины, Анна. День будет веселым, Джон. Приготовьтесь к серьезным покупкам обуви. Я готова, Анна. Давайте встретимся в полдень и порадуем ноги. Тогда увидимся, Джон. Приготовьтесь надеть свои вещи в новую обувь. Не могу дождаться, Анна. День будет стильным и вкусным в обуви. Урок 19. Я в настроении провести день на пляже. Я в настроении провести день на пляже, Анна. Отличная идея, Джон. На какой пляж ты планируешь пойти? Я слышала о прекрасном пляже с кристально чистой водой. Звучит потрясающе, Джон. Как называется пляж? Он называется Paradise Beach. Разве это не идеально звучит? Похоже на сон, Джон. Меня ждет день на пляже Paradise. Мы понежимся на солнце и насладимся освежающей водой, Анна. Не забудь солнцезащитный крем, Джон. Нам не нужны солнечные ожоги. Конечно, Анна. Солнцезащитный крем просто необходим во время пляжного дня. Я принесу нам закуски и напитки, Джон. Время пикника на пляже. Ты лучшая, Анна. Пляжный пикник звучит фантастически. Джон, мы проведем расслабляющий и веселый день на пляже Paradise. Не могу дождаться, когда почувствую песок между пальцами ног, Анна. Давайте воплотим это в жизнь. Приготовьтесь к пляжному приключению, Джон. Райский пляж, вот и мы. Это будет незабываемый день, Анна. Давайте оставим незабываемые пляжные воспоминания. Урок 20. Я хотел поговорить с вами о возможности партнерства. Звучит интересно. О каком партнерстве вы думаете? Думаю, мы можем объединить усилия и вместе делать удивительные вещи. Это захватывающе. Расскажите мне больше о своих идеях. Я верю, что наше сотрудничество может принести большой успех и инновации. Мне нравится, как это звучит. Сотрудничество играет ключевую роль в современном мире. Определенно. Вместе мы можем достичь большего, чем в одиночку. Рассчитывайте на меня. Давайте подробнее рассмотрим это партнерство. Приятно это слышать. Думаю, это идеальное сочетание. Давайте воплотим это в жизнь и создадим нечто необычное. Абсолютно. Удачного партнерства и больших успехов впереди. Ура! Пойдем покорять мир вместе. Урок 21. Слышали ли вы о недавних задержках в аэропортах? Эй, Анна, вы слышали о недавних задержках в аэропортах? Да, Джон. Они доставляли путешественникам немало хлопот. Могу себе представить, Анна. Наверное, неприятно, что ваши планы срываются. Конечно, Джон. Задержка или отмена рейсов могут доставлять большие неудобства. Интересно, что стало причиной всех этих задержек? Это может быть связано с плохой погодой или техническими проблемами, Джон. В этом есть смысл, Анна. Безопасность всегда в приоритете. Иногда это просто непредсказуемые ситуации, которые никому не подвластны. Это правда, Анна. Нам нужно набраться терпения и понимания. Конечно, Джон. Важно сохранять спокойствие и извлекать максимум пользы из ситуации. Надеюсь, ситуация скоро улучшится, Анна. Всем приятных путешествий. Будем на это надеяться, Джон. Пусть путешествия каждого будут беспроблемными. В то же время мы всегда можем быть готовы и выделить дополнительное время во время путешествий. Хороший совет, Джон. Заблаговременное планирование поможет свести к минимуму последствия задержек. Конечно, Анна. Гибкость и позитивный настрой имеют большое значение. В этом дух, Джон. Давайте сохраним оптимизм и будем максимально использовать наше путешествие. Согласна, Анна. Пожелаем вам в будущем более комфортных поездок и меньшего количества задержек. Приветствую вас, Джон. Безопасное и комфортное путешествие для всех нас. Урок 22. Хочешь посмотреть фильм? Анна, хочешь посмотреть фильм? Конечно, Джон. Что играет в театре? Позвольте мне быстро проверить списки. Не торопитесь, Джон. Мне интересно посмотреть, что играет. Похоже, появился новый боевик под названием Guardian. Действие звучит захватывающе, Джон. О чем идет речь? Речь идет о секретном агенте, который должен спасти мир от суперзлодия. Звучит как захватывающий сюжет, Джон. Я в деле. Отлично, Анна. Это насыщенный событиями вечер кино. Есть ли подходящее для тебя время, Джон? Как насчет шоу в 19 часов? Тебе это подходит? Отлично, Джон. Давайте встретимся в театре в 18 часов 45 минут. Похоже на план, Анна. Жду этого с нетерпением. Я тоже, Джон. Вечер будет веселым в кино. Конечно, Анна. Экшн, попкорн и хорошая компания. Не могу и мечтать о большем, Джон. Увидимся в театре. Увидимся там, Анна. Это будет круто. Урок 23. Был ли у вас гид или вы изучали его самостоятельно? Анна, у вас был гид или вы путешествовали самостоятельно? Джон, я отправился на экскурсию, чтобы узнать больше. Это разумный выбор, Анна. Руководство предоставляет ценную информацию. Вы нашли экскурсию информативной и приятной. Да, Джон. Я многому научился и отлично провел время. Приятно, когда кто-то знающий показывает вам все вокруг. Согласен, Джон. Они могут указывать на скрытое сокровище и отвечать на вопросы. У вас была возможность пообщаться с другими туристами? Да, Джон. Я познакомился с людьми из разных уголков мира. Это просто фантастика, Анна. Заводить новые знакомства всегда полезно. У меня даже появился друг, который разделяет те же интересы. Это бонус, Анна. Путешествия сближают людей. Это был незабываемый опыт, Джон. Я очень рекомендую экскурсии с гидом. Я учту это в своей следующей поездке, Анна. Спасибо, что поделились. Добро пожаловать, Джон. Счастливых путешествий и приятных путешествий. Спасибо, Анна. Я воспользуюсь этим по максимуму. Вам тоже безопасных путешествий. Урок 24. Есть ли другие ограничения? Хорошо, я это запомню. Есть ли другие ограничения? Да, Джон. Они придерживаются политики отказа от еды и напитков на улице. Приятно знать, Анна. Затем мы перекусим в театре. Кроме того, они не допускают внутрь больших рюкзаков или сумок. В этом есть смысл, Анна. Это сделано в целях безопасности. И помните, что у них есть специальные рассадки. Верно, Анна. Нам нужно будет следовать назначенным местам. А и еще одно. Они не разрешают фотографировать со вспышкой. Я учту это, Анна. Во время фильма никаких фотоснимков со вспышкой. Именно так, Джон. Мы не хотим беспокоить других кинозрителей. Спасибо, что сообщили мне об этих ограничениях, Анна. Добро пожаловать, Джон. Приятно знать правила. Это обеспечивает плавный и приятный просмотр фильма. Конечно, Джон. Давайте проведем вечер в кино по максимуму. Согласно, Анна. Вечер будет веселым и расслабляющим. Не могу дождаться, Джон. Давайте приготовим попкорн и насладимся шоу. Звучит отлично, Анна. Фильм «Попкорн и хорошая компания». Давайте сделаем это. Конечно, Джон. Давайте отлично проведем время. Урок 25. На велосипеде удобно ездить на большие расстояния. Езда на велосипеде удобна для поездок на большие расстояния. Ты прав, Джон. Возможно, я тоже поеду на велосипеде. Езда на велосипеде – отличный способ оставаться активным и исследовать окрестности. Я слышал, что это тоже полезно для окружающей среды. Да, Анна. Это экологичный вид транспорта. Кроме того, это позволяет сэкономить на бензине и парковке. Есть ли у вас какие-либо советы для такого новичка, как я? Начните с коротких поездок и постепенно увеличивайте расстояние. Похоже на план, Джон. Я сделаю это шаг за шагом. Не забудь надеть шлем в целях безопасности, Анна. Безопасность превыше всего, Джон. Я обязательно защищу голову. В этом дух, Анна. Счастливой и безопасной езды на велосипеде. Спасибо, Джон. Мне не терпится попробовать. Уверена, вам понравится, Анна. Удачной поездки. Спасибо, Джон. Я буду крутить педали к новым приключениям. Урок 26. Важно перефразировать то, что говорит собеседник. Имейте в виду, что важно перефразировать то, что говорит другой человек. Конечно, Джон. Перефразирование помогает обеспечить понимание. Это показывает, что мы активно слушаем и участвуем в разговоре. Верно, Джон. Это также помогает прояснить любые недоразумения. Перефразируя, мы повторяем основные моменты своими словами. Таким образом, мы сможем подтвердить, правильно ли мы интерпретировали. Это полезный метод общения, особенно в обсуждениях. Это способствует эффективному общению и предотвращает недопонимание. Кроме того, это показывает уважение к мыслям и идеям другого человека. Именно так, Джон. Важно подтвердить их точку зрения. Перефразирование также способствует открытому и содержательному диалогу. Это способствует более глубоким связям и взаимопониманиям. Итак, в следующий раз, когда мы поговорим, давайте не забудем перефразировать. Согласен, Джон. Давайте потренируемся в активном слушании и перефразировании. Это улучшит наши коммуникативные навыки и укрепит наши отношения. Хорошо сказано, Джон. Перефразирование – ценный инструмент. Урок 27. Будет ли из комнаты вид на океан? Будет ли из комнаты вид на океан? Да, Джон. Из номера открывается прекрасный вид на океан. Это просто фантастика, Анна. Мне нравится шум волн. Это так расслабляет, Джон. Вы насладитесь спокойной атмосферой. Есть ли в отеле тренажерный зал или фитнес-центр? Да, Джон. У них есть хорошо оборудованный тренажерный зал для гостей. Отлично, Анна. Мне нравится вести активный образ жизни во время путешествий. У вас будет множество возможностей заниматься спортом и оставаться в форме. Включен ли завтрак в бронировании номера? Да, Джон. Вкусный завтрак, шведский стол, включен в стоимость. Отличное начало дня, Анна. Я обожаю хороший завтрак. Ты не разочаруешься, Джон. У них есть множество вариантов. Есть ли поблизости рестораны или достопримечательности? Да, Джон. Отель удобно расположен рядом с ресторанами и достопримечательностями. Это удобно, Анна. Мне не придется далеко ехать, чтобы вкусно поесть. Именно так, Джон. В нескольких минутах ходьбы у вас будет множество вариантов. Спасибо за всю информацию, Анна. Вы очень помогли. Мне очень приятно, Джон. Я рада, что смогла вам помочь. Я с нетерпением жду моего пребывания в отеле. Звучит прекрасно. Уверена, ты прекрасно проведешь время, Джон. Приятного путешествия. Спасибо, Анна. Я воспользуюсь этим по максимуму. Хорошего дня. Ты тоже, Джон. Берегите себя и удачного путешествия. Урок 28. Забронировали ли вы заранее? Наверное, это было действительно удобно. Вы забронировали заранее? Да, Джон. Я забронировал столик заранее. Умный ход, Анна. Это экономит время и обеспечивает доступность. Конечно, Джон. Заблаговременное бронирование дает душевное спокойствие. Нашли ли вы выгодные предложения или скидки? Да, Джон. Мне удалось получить скидку. Отлично, Анна. Экономия денег – это всегда бонус. Согласен, Джон. Это позволяет получать больше удовольствия. Насколько заранее вы забронировали номер? Я забронировал номер примерно на месяц вперед, Джон. Это хорошее время, Анна. Не слишком рано и не поздно. Все получилось хорошо, Джон. У меня было много вариантов. Были ли у вас какие-либо гибкие сроки поездки? Да, Джон. Я проявил некоторую гибкость, что способствовало повышению доступности. Гибкость может иметь большое значение, Анна. Хорошее мышление. Спасибо, Джон. Это упростило процесс планирования. Отлично, Анна. Твоя подготовка окупилась. Я рада, Джон. Всегда приятно, когда все идет гладко. Спасибо, что поделились советами по бронированию, Анна. Я запомню их. Добро пожаловать, Джон. Счастливых путешествий и приятного путешествия. Спасибо, Анна. Я воспользуюсь этим по максимуму. Береги себя. Ты тоже, Джон. Безопасных путешествий и прекрасного времяпрепровождения. Урок 29. Кажется, я вижу свой чемодан на конвейере. Послушайте, кажется, я вижу свой чемодан на конвейере. Отлично, Джон. Хватай его раньше, чем кто-нибудь другой. Я спешу, Анна. Я не хочу ее терять. Не торопитесь, Джон. Только будьте осторожны, чтобы ни с кем не наткнуться. Поняла, Анна. Я буду медленно перемещаться по толпе. Не забудьте еще раз проверить багажную бирку, прежде чем брать ее с собой. Отличное замечание, Анна. Я не хочу попасть ни в ту сумку. Как только у вас все получится, давайте вместе отправимся к выходу. Похоже на план, Анна. Безопасность в цифрах. Конечно, Джон. Мы позаботимся о том, чтобы все было учтено. Ах, вот оно. Мой чемодан. Миссия выполнена. Отлично, Джон. Теперь давайте выйдем из аэропорта. Я чувствую облегчение, Анна. Приятно, что мои вещи вернулись. Могу себе представить, Джон. Теперь вы можете расслабиться и насладиться путешествием. Спасибо за помощь, Анна. Я бы не смог сделать это в одиночку. В любое время, Джон. Для этого и нужны друзья. Я благодарна за это, Анна. Давайте вместе оставим еще больше удивительных воспоминаний. Конечно, Джон. Впереди фантастическое приключение. Урок 30. Как насчет сокращения расходов. А как насчет сокращения расходов? Нам следует оптимизировать операции. Это умная идея, Джон. Эффективность может сэкономить нам деньги. Точно, Анна. Нам нужно найти способы сделать больше с меньшими затратами. Возможно, мы сможем автоматизировать определенные задачи, чтобы снизить затраты на рабочую силу. Отличное предложение, Анна. Технологии могут стать нашим союзником. И нам следует пересмотреть наши расходы, чтобы определить области, которые следует сократить. Согласно, Анна. Сокращение ненужных расходов имеет решающее значение. Мы также могли бы договориться о более выгодных сделках с нашими поставщиками. Это хорошее замечание, Анна. Это стоит изучить, чтобы получить более выгодные цены. И давайте предложим нашей команде также предложить идеи по экономии средств. Отличная идея, Анна. Возможно, у них есть ценная информация. Вместе мы можем найти способы оптимизации нашей деятельности. Конечно, Анна. Эффективность и сокращение расходов идут рука об руку. Мы на одной волне, Джон. Давайте воплотим это в жизнь. Спасибо за ваш вклад, Анна. Ваши идеи ценны. Добро пожаловать, Джон. Я рад внести свой вклад. Давайте добьемся успеха вместе. Так и сделаем, Анна. Благодаря нашей решимости и командной работе мы достигнем наших целей. Я верю в нас, Джон. Давайте упростим и сэкономим. Действительно, Анна. Давайте сделаем нашу организацию компактнее и сильнее. Я очень рад грядущим позитивным переменам, Джон. Давайте приступим к работе. Конечно, Анна. Давайте сделаем этот день продуктивным и экономичным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!